Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 4 августа день Марии Магдалины, назван в честь равноапостольской святой мироносицы Марии Магдалины. Относительно первой части жизни Марии известно, что она была подвержена тяжелому, неизлечимому недугу, была одержима по евангельским словам семью бесами. По учению Христа Спасителя следует полагать, что Мария была одержима бесами не по причине грехов ее или родителей ее, а проведение Божие допустило это для того, чтобы Господь Иисус Христос явил дело славы Божией. В этот день уходили в лес собирать ягоды, поэтому этот день имеет название Мария Ягодница. К этому времени поспевала черная и красная смородина, из которой варили варенье. Также готовили на ее основе лекарственные средства от простуды и иных болезней. Было принято умываться утренней росой, мол, она обладает чудодейственными свойствами, делая лицо белым и чистым. Приметы. Сегодняшняя гроза предвещает богатый урожай зерновых культур. Сильные росы сегодня утром предвещают слабый урожай льна. Не стоит работать в дождливую погоду в поле, молния убить может. Здесь столько естественных сахаров, которые не просто вкусные, но питают и сердечную мышцу сразу же. Если много съесть арбуза, то он будет слабить. Если его съесть в меру, то подействует как мочегонное средство. Удивительная ягода, любимая всем народом. Приятного аппетита. Я в вас в властях. Вы, я знаю, один из самых старейших людей, который занимается арбузами, дынями, тыквами и знает о них очень-очень много. Ну, занимаемся, люди берут и лечиться, и есть. И вообще-то самый старинный... Подложите мне, пожалуйста, места... Самый старинный продукт, который на России любит и ест. Спасибо, спасибо, хватит. Суточку. Ну, давайте. А! Это завтрак какой-то. Да. Так вы говорите, это один из самых старинных продуктов на России... И на России, и вообще на земле, будем так говорить. Угу. Привезен-то он откуда к нам? С Америки или с Африки? Завезенный. Сортов сейчас очень много. Наши российские сорта уже отодвинуты на задний план, но мы все равно стараемся их производить, потому что наша есть наша. Вот этот икар выведенный, наш сорт. А это называется икар? Икар. Чернит. Так вот у меня, когда почки болели, я их начинал осенью есть. В какой возрасте у вас? Где-то сейчас скажу, в каком. Мы когда, мать, перевезли сюда? В восемь шестом. В восемь шестом? Вот. Первый раз у меня приступил. Ну, потом вот этот я стал расправить, заниматься. Ребята, ешь арбузы. Не хочешь, а ты ешь. Вот было так что? Согусь? Не хочу, а я его ем. Сколько в день седали арбуза? Именно арбузной мякоти? Ну, конечно, не шкорки, а мякоти. Я в основном его ем, я так ем, я емал с хлебом. С хлебом? Только с хлебом. Ну, обычно и советуется есть арбуз с хлебом. Ну, я его люблю, мне с детства приучили так. Ну, я тоже люблю арбуз. Только с хлебом. Не с хлебом только. Я не с хлеба арбуз. Вот. И у меня переставали болеть почки, выходили камни. И где-то до мая месяца, ну, я-то жил в микрорайоне, а водичку пили с-под крана. Ага, с-под крана водичка образовывала камушки. Образовывала камушки. Вот у меня арбузы ел, я их выгонял. Выходили неспокойненько, без больших болей. Хотя сейчас вот жалуются, что поел арбуза, мне схватило. Наверное, это гонит, очищает. То есть, надо понимать, что в этом происходит. Да. Георгий Викторович, а сколько вы ели арбузов за день? Ну, я мог 2-3 килограмма мякоти съесть за день. 2-3 килограмма, вот здесь сколько мякоти будет? Ну, здесь, так, примерно, будет, килограмм 10. Килограмм 10, ну, примерно, значит, 1-3 этого арбуза съедали за день. Сколько дней вы ели? Не за день, за день присесть. За день присесть? 2-3 килограмма. Вот так же, то есть, вот этот арбуз вы съедали в течение дня. Ну, за день можно было съесть. Ага. Если бы от шесть, я бы его за один раз съел. То есть, хотелось, не хотелось? Не, ну, я, во-первых, я их и люблю. А во-вторых, когда мне сказали, что кто-то лечит мне, то я его ел уже не хочу, но я его ем, особенно на ночь. А почему на ночь? Ну, ночью лучше усваивается, промываются почки. Рекомендовано есть на ночь. Хотя и в туалет курите, но все равно на ночь? Ну, в туалет. Тут, когда почки болят, не обращай в тебя, какой-то 5-6 раз станешь. А сколько дней ели? Все лето. Все лето. То есть, начинается арбуз. Начинается арбуз, и пока еще на хранение ложим, и после Нового года едим их, и пока не могут лягать. Это примерно в августе начинаете, и едите август, сентябрь, и, наверное, октябрь. И ноябрь, и декабрь, меньше, конечно, там, но все равно в неделю. Сохраняется. А вот еще какие-то цукаты делают с арбузных курочек. Ну, раньше она, мать, делала варенье с арбузом. Мед, не как он называется. Арбузный мед? Да. Как он называется, но у нас арбузный мед называется. А как она его делала? Отец привозил с поля, там, напревший такой. Вырезали, обчищали, ну, то, что не, 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 не кондиция. Не идет, да? Не кондиция. Угу. Она обрезала мякоть, она просто-напросто вываривала, семечку убирала. И кипитила до тех пор, пока он не превратится густой. Ага. И потом банки заливали, так же всю зиму ели. Угу. Звучали путем выпаривания. Четвертые лунные сутки. Как всегда, после сильных энергетических суток следуют сутки со слабой энергетикой. Это закон. За волной следует отлив. Поэтому отдыхайте, размышляйте. И прежде чем что-то предпринять, хорошенько заранее подумайте о последствиях. Вообще проведите эти сутки в одиночестве. Либо просто погуляйте на природе. В парке. Очень хорошо сегодня петь. Потому что энергетически активна шея и голосовые связки. Причем петь надо возвышенно, то, что облагораживает и сближает с миром красоты и добра. Естественно, в эти лунные сутки не следует творить злых дел, чтобы они не возвратились к вам. Постарайтесь не застужать горло. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok